А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подименил, о морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Сейчас ранее весна, а специалисты подтверждают, что все депрессивные расстройства, к сожалению, встречаются именно весной и осенью. В данный момент люди уже устали от серости. И любой переход этих зеленых листиков, когда глаз начинает уже по-настоящему радоваться, он тогда как раз ознаменует период того, что люди все-таки начнут на эту жизнь смотреть более позитивно, я считаю. Вместе с природой начнет распускаться и душа. Но, как выяснилось, у нас вполне позитивный город. Из прохожих никто с депрессией не сталкивается. Для меня факт депрессии – это когда недостаток сна, потому что уже начинаешь плохо соображать. Естественно, настроение ухудшается, поднять ему конфетами не всегда, к сожалению, удается. Нет, с этим не сталкиваюсь еще. Ну, а почему она у меня должна быть? Вроде молодой, не старой еще. Лет у меня много, поэтому думаешь уже о чем? Настроение – настроение. Каждый день что-нибудь новое нам то телевидение, то радио преподнесет. Поэтому от этого настроения у нас и портится, а иногда улучшается. Вот увидел хорошую молодую пару, и мне настроение тоже, которое преподнимается. Думаю, молодцы какие, бегают, носятся, а я вот еле-еле хожу. Грустные котики в соцсетях и слова о том, что взгрустнулось – это лишь временная потеря настроения. Депрессия – это грусть, тоска, подавленность на протяжении двух и более недель. Проблемы обесценивать нельзя. Лучше сразу обратиться к специалисту, психологу или психотерапевту. Развеем миф, но учет в психдиспансере в этом случае не поставят. Дело в том, что сейчас депрессия протекает наиболее в мягкой форме, которую мы как раз и называем непонятно как. Что-то все не то, непонятно что. То есть, плохо встаю с утра, не высыпаюсь, что-то с памятью моей осталось, образность восприятия нарушается, припоминание нарушается, трудно думать, трудно выполнять ту работу привычную, которую мы выполняли раньше с легкостью. Тахикардия, проблемы с пищеварением, постоянно расширенные зрачки – все это также симптомы. Больных депрессией в мире становится все больше. Это связано с бешеным ритмом жизни граждан. Всемирная организация здравоохранения считает, что к 2029 году депрессии в мире выйдут на первое место по количеству дней нетрудоспособности. И вот эти финансовые потери любого государства от депрессивных расстройств, кажущихся такими, ну подумаешь, там, взгрустнулось. То есть, они колоссальны. Ну а для тех, кому просто взгрустнулось, есть совет. Да, действительно, кофе, какао, шоколад и любые мероприятия, поднимающие настроение, верный путь до наступления настоящей весны. Когда зелень на деревьях, наконец, поглотит внимание людей и насытит воздух свежестью.